Здравствуйте! В эфире программа Норильские новости. В студии Николай Ухин. Смотрите в этом выпуске. Вопросы безопасности. В Норильске работает в Рио министра России по делам ГО и ЧАЭС Александр Чуприян. От сессии до сессии. Чем сегодня живут норильские студенты? Оживляя книги. Горожане встретились с иллюстратором Анастасией Архиповой. В Норильск с рабочим визитом прибыл в Рио министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. В городской администрации прошло совещание, на котором обсудили работу подразделений министерства в арктической зоне Красноярского края. На встрече обсудили вопросы защиты населения Большого Норильска и Таймыра от чрезвычайных ситуаций, работу подразделений пожарных и спасателей. Начальник главного управления МЧС России по региону Игорь Лисин рассказал о состоянии инфраструктуры и технического оснащения подразделений МЧС в Красноярской Арктике. Также обсудили планы по строительству и ремонту целого ряда объектов и проведению на территории арктических учений. На встрече отмечен большой вклад компании Норникель в работу по обеспечению безопасности. Александр Чуприян наградил ряд руководителей Норильска, Таймыра и Норникеля медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами МЧС России за сотрудничество во имя спасения и пропаганду спасательного дела. В Красноярске арестованы двое подростков, причастных к ложным минированиям в регионе. Эту информацию подтвердил главный полицейский края Александр Ричицкий. В ходе рабочего визита в Дудинку на совещании с таймырскими полицейскими начальник ГУ МВД по краю генерал-лейтенант полиции Александр Ричицкий остановился на ситуации с массовым ложным минированием образовательных и других объектов на территории края. Напомним, с начала Нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма. По этой причине в середине января в школах нашего города проводили эвакуацию и проверку на безопасность. Александр Ричицкий подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что к ложным минированиям причастны несовершеннолетние. Были установлены вполне благополучные несовершеннолетние подростки, проживающие в краевом центре, которые, следуя распространяемому на территории всей Российской Федерации, подавляющим ее субъектам, тренду, совершили несколько ложных минирований в школах, как на территории города Красноярска и других учреждений, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, в том числе и за рубежом. Двое подростков арестованы. Главный полицейский региона отметил, что главк приступил к выработке предложений для органов местного самоуправления и администрации учебных заведений по принятию комплексных мер профилактического характера. Сегодня в России отмечают День студента. Корни праздника уходят в 18 век, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета. Сегодня в нашей стране звания студента носят более 4 миллионов человек. Наша съемочная группа отправилась в единственный вуз Норильска, чтобы узнать, чем живет местное студенчество. Как говорят, от сессии до сессии живут студенты весело. В Заполярном государственном университете ребята проводят время весело и с пользой круглый год. Вот, например, в День студента устроили квест. Экономика и физика – это, конечно, хорошо. А что насчет музыки? Какую песню сейчас исполняет студент? Ку-ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку. Заехал по поле конь. Ку-ку-ку-ку. А что за предмет в секретной коробке? В стоячем положении она. Кошка? Да. Всего было 9 заданий – дегустация, разминирование поля и многое другое. Такие праздники – всего лишь малая часть студенческой жизни в Заполярном государственном университете. Но на первом плане, конечно, учеба. В ВУЗе два факультета – горно-технологический и факультет электроэнергетики, экономики и управления. В стенах университета проходят обучение 2500 студентов. 40 из них – иногородние. Так что же привлекает ребят в ВУЗе? У меня много знакомых, которые сюда поступали, близкие, родные. И выпускники из моей школы, в которой я учился, тоже есть, которые сюда поступали и довольно успешно закончили его и сейчас работают. Потому что в этом ВУЗе я бы смог себя реализовать, и я себя реализую. Я сам приезжий студент из другого города, и здесь по сравнению с другими городами намного больше возможностей. Спонтанное решение было моей семье переехать сюда. И оценив ситуацию, я поняла, что здесь есть ВУЗ. Он, в принципе, очень требовательный, и почему бы не попробовать свои силы здесь. Тем более в нашем городе недавно институт переименовали в университет. Так что причин отсюда уезжать и не поступать в этот университет я не вижу. С ВУЗом ребята не ошиблись. Учебное заведение постоянно совершенствует свои программы. Так, большая цель университета – стать опорным ВУЗом социально-экономического и инновационного развития арктической зоны Заполярного края, драйвером развития социально-культурной жизни, а также сформировать передовой центр научных исследований. Но главная задача Заполярного государственного – это подготовка высококвалифицированных специалистов, профессионалов своего дела. Ну, во-первых, всему студенчеству, не только нашего университета и политехнического колледжа, а всем студентам, которые обучаются у нас в городе Норильске, я желаю счастливого Татьяниного дня, чтобы это был такой незабываемый их день, который является и серединой обучения, хоть сейчас и сессия, чтобы это приносило им только позитивные эмоции, хорошие отметки, чтобы они этими отметками подтверждали свои высокие компетенции и затем применяли эти знания в будущем. Тем временем в Заполярном государственном начинается сессия. Так что веселье весельем, а математика и физика в первую очередь. Екатерина Алексеева, Евгений Журнов, Норильские новости. В минувшие выходные у горожан была возможность пообщаться с известным художником Анастасией Архиповой. Автором иллюстраций – книгам братьев Гримм, Шарля Перо, Ганса Христиана Андерсона и даже китайских авторов. На творческой встрече побывала и наша съемочная группа. Мы всегда открываем выставку и приглашаем ее автора. Сегодня мы закрываем выставку. И у нас такой финисаж, на котором будет присутствовать автор выставки – это Анастасия Ивановна Архипова. Прошу всех любить и жаловать. Можно сказать, что профессия передалась Анастасии Архиповой по наследству, ведь ее отец и дед были книжными графиками. Художницу смело можно назвать сказочной. Ее знает по иллюстрациям ко всеми любимым сказкам, таким как «Дюймовочка», «Новое платье короля», «Принцесса на горошине». А творческая встреча Анастасии Архиповой с норильчанами стала завершением выставки ее работ в городской художественной галерее. Там с прошлого ноября было представлено полсотни ее работ. С течением случая определенное, безусловно, мы дружим, изучаем какое-то там поле художественное. Поэтому в один момент нам подвернулся достаточно интересный художник, и мы решили не отказываться от этого случая. Вот так в норильск попала Анастасия Архипова. Анастасия Архипова уверена, иллюстрации способны передавать смысл литературных произведений в той же степени, что и текст, ее собственный хорошо узнаваемый стиль, мягкие лиричные акварельные рисунки. В основе моих работ лежит, конечно, прежде всего рисунок. Это пластический рисунок, который подразумевает пространственное решение, подразумевает точное изображение, вот скажем, или пейзажа, или персонажа. Это имеет ход в глубину обязательно. Бывают другие методы иллюстрирования, когда это декоративная работа, она вся на поверхности плоскостная. У меня все-таки все работы, они идут туда. 3D, скажем, как сейчас говорят. В программе «Визит иллюстратора» в наш город не только творческая встреча, но и мастер-класс. Занятие с норильчанами провела ученица Анастасия Архиповой, тоже художник-иллюстратор. Для горожан такая встреча стала возможностью узнать секреты мастеров, чьи работы для многих стали прочно ассоциироваться с шедеврами мировой литературы. То, что это сказки, которые мы все знаем, да, то каждый художник, он видит их по-своему. И, конечно, вот эти образы, которые создал художник, они удивительные, очень красивые. И самое главное, что у нас есть возможность увидеть оригиналы работы. Они выполнены в очень сложной технике, акварелью. И для того, чтобы эти работы сделать, надо обладать очень большим мастерством. Анастасия очень приятная женщина. Все довольно интересно рассказала о том, как иллюстраторы участвуют в конкурсах, в том числе и за границей, и в России, какие бывают интересные моменты при обучении иллюстрации. Анастасия Архипова отметила, что впервые побывала на Крайнем Севере. И ее поразили белоснежные холодные просторы, теплый прием, оказанный норильчанами. И кто знает, возможно, эти впечатления найдут отражение в ее будущих проектах. Артем Тютюников, Никита Левенец, Норильские новости. Сегодня 84-й день рождения поэта, музыканта и актера Владимира Высоцкого. Его не стало в 1980-м, но его песни любят и поют до сих пор. Для норильчан, как и для всех жителей бывшего СССР, Владимир Высоцкий – личность культовая. В районе Толнах его именем назван культурно-досуговый центр. Здесь всегда отмечают день рождения Барда. А бывал ли он в нашем городе? Спорят до сих пор. Есть легенда, что Владимир Семенович приезжал с концертом в 1960-м, но доказательств этому нет. Так или иначе, его песни звучат в каждом из нас. Горожане рассказали нашей съемочной группе, что из творчества Барда они любят больше всего. Среди бегущих нет каких-то там отстающих. Ой, Вань, смотри, какие клоуны! Ноготочие. Ой, честно говоря, нет, не вспомню, не знаю. Я знаю песню, я не люблю. Правда, я не помню текст. Утро вечера мудренее, но и в вечере что-то есть. Ну, я его особо не слушаю, но слышал песни. Что-то с гимнастикой связано. Ну, что-то про горы там, строчки нет. Ну, я такой не фанат его, хотя он из моего, так сказать, поколения. Я так его поверхностно слушаю. Настоящих буйных мало, будто нету мужиков. Из песни «Я не люблю» строчка «Я не люблю», когда наполовину. Я не люблю любое время года из песни «Я не люблю». У нас на этом все. Следите за нашими новостями на сайте norilsk.tv. Я с вами прощаю. В студии был Николай Ухин. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!